Этот стример хуйло, хуйла кроет, и что? И что? Что я там хуйла, там, Путина хуйлом называю, и что? В чем, блядь, в чем проблема-то? В чем, какую-то статью, что ли, уголовного кодекса нарушаешь? Давай, что вам объяснить? Здорово, Годзилла! Здравствуйте, Иван Михворач. А вы откуда? Оттуда? Оттуда? Ну, такой вопрос, не совсем корректный, тем более, с вашей стороны, в ваших годах, вы уже, как бы, не мальчик, в упор, поставщи меня будете. Откуда? А в чем проблема? Знаете, мне постоянно, например, капотуют в девяностых, вот когда идешь, или начало 2000, такая же, не ты так же себя берегуешь? Откуда? Откуда? Вот что за люди такие, а? Да это нормальный вопрос, это нормальный вопрос. Люди говорят, здравствуйте, меня Сергей зовут, там, я оттуда, вы откуда? А как завязывать разговор-то? Как завязывать разговор? Чтобы было понимание, откуда ты? А что тут такая, какая капота-то? Да ты сам гопник сидишь, блядь. Как бытло разговариваешь. Ты сам гопник и есть. Ну, возможно. Ну, и что? В этом нет ничего оскорбительного, когда человек узнает, откуда он. Да? Ну, так вот, нет в этом ничего оскорбительного, он узнает, откуда он. Ну, я понял вас прекрасно. Ну, я вам, например, для начала бы сказать спасибо. Как вас зовут, да? Хотя бы вот какое-то уважение проявлено, я не знаю. Ну, да, как зовут? Мы же все как инопланетяне здесь, хрена знает откуда и кто мы такие. А тебе сложно сказать, что ты откуда? Я из Москвы, а ты откуда? Меня Сергей зовут. Взаимно. Я из республики Башкортостан. Меня зовут Андрей. Ты Татарин? Русский. Почему-то с Татарином. Или как в армии, в армии когда пошел, ты башкир, что ли? Нет, в Башкирии больше татар проживает, чем башкиров. А? Не понял. В Башкирии больше татар проживает, чем башкиров. Не знаю. Я эту статичку, честно, не глядел. Не буду там рассказывать, кого тут больше, меньше. Россия много... Какая страна... Я знаю одно, что Башкортостан, это всего лишь 3% от России. То есть это как пшик, капелька, по сути дела. По большому счету, так скажем. Может, в плане нефти, там, еще что-то, газы. Но не в плане территорий, не в плане, наверное, людей, так скажем. Ну, населения. А ты что, там в сауне телок ждешь? Капец. И ты мне еще говоришь, что... Ой, извините, вы мне говорите, что... Да, может, на ты. Можно на ты. Да. У тебя мозг прям заряжен, вот это вот. Да, у меня мозг такой, заряженный, заряженный. Как к войне в Украине относится, кстати? К чему? К войне в Украине. Ну, я про политику никак вообще. Я пас вообще. Я не политический. Про что? Про баню ты не говоришь? Про тело ты не говоришь? Про политику ты не говоришь, блядь. Откуда? Спросил это оскорбление. Анекдот. Нет, могу анекдот рассказать? Вообще, примитивный, спокойный я сегодня... В общем, звери собрались ехать в Китай. Волк, заяц и хомяк. Ну и волк такой говорит, я, говорит, когда приеду в Китай, меня будут звать Вуй. Зайц такой говорит, когда я приеду в Китай, меня будут звать Зуй. Зайц такой, ребята, я, походу, передумаю в Китай ехать. А у них, кстати, очень распространенная фамилия, хуй. Я не знаю. Я просто рассказал. Который, как бы, не смешно, но вам не смешно, это понятно. Так что... Он был бы там своим. А у вас что там в Китае, заходит к вам? Или нет что-то? Куда там в Казахстан? В Казахстан, да? Или вы тюрки? Здравствуйте. Китай еще в 90-х годах, когда был маленьким, я помню. Китайцы были. А ты, кстати, к тюркам относишься? Ну, там уже... Если так, как вы сейчас, как бы, думаете, то США, скорее всего, уже полукитай. Там даже есть целые кварталы, да? Правильно, как они там называются, уже забыл. Правильно называется-то. Именно китайский вот этот уголок прям полностью. Своей кухней, своим менталитетом, своими там этими порядками, устоями. Ну, то есть, говорили, что куда что заходит, я не знаю. Я говорю, я вот именно про политику, ну, мне тяжело. Ты не интересуешься политикой? Я не то, что не интересуюсь политикой. Я считаю, что я не тот человек, который может что-то о политике говорить. Ну, кто я такой микроб, который, блядь, знает свой дом, свою работу, блядь, там, может, семью, еще что-то. И который что-то начинает думать за вот где-то-то там. Да кто я такой? Я никто. Ну, просто никто. Я могу только, как сказать, как это, фантазировать, что ли, не знаю, там, как-то. Ну, как на лавочке. Знаете, как бабушки на лавочке. Вот примерно мой уровень, где-то вот, даже еще, наверное, ниже. И поэтому про политику говорить в моем отношении, это настолько глупо, это настолько тупо. Я сегодня пришел с работы, устал очень сильно когда, с ночной смены. Заснуть не смог никак нифига, потому что приехал поздно, там, не в 11 часов дня, а приехал там, в 2, что ли, дня приехал. И туда-сюда вроде, вроде спать охота. И вроде уже поздно. Слушай, а ты знаешь, как идиот переводится? Нет, не знаю. Это люди, которые политикой не интересуются. Ну, наверное, так. Наверное, так. Давай. Ты понял, да? Всего доброго. Да. А он даже это не понял. Кто-то пишет, говорит, посмеялся бы для приличия. Я бы посмеялся, если бы мне было смешно. Этот анекдот на 12-летнего, этого, подростка, наверное, рассчитан. Поэтому мне не смешно было. Спасибо. Спасибо. Спасибо.